Приветствую вас и отвечаю на вопрос, который вы задали. Я скажу так, что увольнение пока не стоит. Начальство поступает в соответствии с трудовым законодательством, то есть кто не хочет помещаться сотрудникам, а старается как-то поддерживать атмосферу без увольнения, иначе у них будет не очень хорошая репутация, как у работодателей. То есть они здесь беспокоятся о себе. Что касается ситуации с человеком, то здесь конечно счастливая случайность, нету здесь на самом деле правых виноватых. Дело в том, что вы были неправы, что начали прикалываться, мужчина был неправ, что он так негативно прореагировал, но скорее всего там была такая ситуация, что у них с женой было не все гладко, и мужчина подумал, что пишет какой-то любовник. И скорее всего у них с женой на этой почве произошли ссоры. Он бы даже ухудшился с отношениями. То есть с чем-то лично вы очень сильно мужчину задели. С чем конечно можно только предполагать, но тем не менее задели. Если бы не было никакого личного восприятия, то я думаю, что вряд ли человек так реагировал. Если бы у него были склонности к насилию или просто асоциальное поведение, то он не стал бы работать. То есть он смог бы долго держаться на месте работы. Но поскольку ситуация произошла и произошла она вот в том контексте, в котором мы описали, то думаю, что вы как-то чем-то его задели. И вот этот вот факт задетности его, он объясняет столько наличия проблем у мужчины со своей женой, то есть между ним и супругой. И эти проблемы просто получили выход теперь вот на вас, если раньше они были внутри пары. И как бы не имея никакого выхода, то сейчас этот выход есть. И этот выход целиком и полностью на вас как бы проецировать. Значит в любом случае надо понимать, что мужчины это делают не о хорошей жизни, не о счастливой жизни. Недавно он перецепил черту и это лишь ведет свой додуман, что у него проблемы. То есть человек с проблемами нужно пошалеть, вам пожалеть. И ну по сути дела придерживается того, что вам сказала начальство. То есть начальство довольно категорично. Рукоприкладство на работе запрещено. Соответственно, если ситуация повторится, то вы уже можете увольняться или требовать уволить этого человека. Это будет у вас. Для вас это будет уже фактически, ну как бы обнаженным поведением. А пока начальство следует своей стратегии, сохранение своей репутации и своих сотрудников. Но оно предпочитает занимать такую вот выжидательную, больше регулирующую позицию. Вот. И я, это очень, это можно понять и вам, если вы хотите сохранить именно эту работу, то тоже нужно понять. Думаю, что начальство действительно к вам хорошо относится, он действительно ценит вас и не стоит увольняться, но стоит не давать себя в обиду. И если мужчина ничего не припримет, то тогда рано или поздно дело дойдет до увольнения, потому что ну никому не нужен. Я человек подстрекающий, человек агрессивный, человек, по сути, не умеющий вести себя в обществе и в коллективе. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. И если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова